Всем привет! С вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про опрыскиватель Jenny 6 литров от фирмы Di Martino. Фирма Di Martino существует уже больше 50 лет и производит она такие замечательные изделия из пластика, именно специализируется на опрыскивателях. Фирма Di Martino всю свою продукцию производит только в Италии. О чем свидетельствует вот этот вот значок Totality Made in Italy. То есть всю продукцию она производит в Италии и отличается она тем, что она производит такой высокотехнологичный пластик, то есть он не токсичный и мало того этот пластик можно заново перерабатывать, то есть это вот цикл который идет постоянно переработки именно пластика. Далее серия Дженни входит в специальную линейку GDM Professional, то есть это серия для таких уже требовательных садоводов, это то есть для дачи, сада, огорода и уже для профессионалов, для питомников, фермеров там и так далее. Сейчас мы более подробно разберем чем хороша эта фирма и чем хороша вообще вот эта продукция, которую выпускает фирма Demartino. Дженни хороша тем, что она имеет вот такую вот наклеечку TÜV SUED, то есть это специальная организация, которая осуществляет надзор с точки зрения безопасности продукции. В Германии это знак качества. У них даже есть поговорка проверено TÜV, то есть как у нас был знак качества, похожий на такой Мерседес, то в Германии именно вот наклеечка TÜV говорит о том, что эта продукция имеет высочайшее качество и высочайшую безопасность. То есть это говорит о том, что ваш вот этот баллон никогда не взорвется. То есть это очень безопасно, экологично и фирма проверяется каждый год, раз в год именно на соответствие этим всем требованиям, которые предъявляют именно TÜV SUED. То есть если требования компания не соответствуют, то с нее снимается вот это право, используем именно такого значка. То есть для нас это говорит о том, что это высочайшего качества продукции, которые именно сертифицированы именно в Европе. А теперь мы поближе рассмотрим сам опрыскиватель. Мы его уже собрали полностью. У нас осталось всего несколько деталей. Это форсунки. В комплект идут специальные форсунки и такой запасной, даже не запасной, а специальный вот такой вот держатель для этих форсунок. Колба сама выдерживает 3 бара давления. Здесь толстостенный пластик и самое главное, что мы даем гарантию на эту колбу три года гарантии. Три года использования. То есть она у вас не взорвется, она не потрескается. То есть любые условия, если у вас что-то случится, то мы обменяем на новую. Широкая горловина позволяет очень удобно наливать жидкости, те, которые вам нужны. Обычно вот не у всех опрыскивателей, особенно дешевых, есть такая широкая горловина. Здесь мы видим ручку необычную, единственную на рынке, других ручек я не видел, она двуручная. То есть у нас здесь идет упор для ног, сюда наступили ногами и двумя руками накачиваете уже, создаете давление в колбе насосом, помпой. Что это даст? Так как не все такие здоровые и сильные, то есть чтобы сделать определенное давление в колбе, нужно приложить определенную усилие. Двумя руками сделать это намного проще. В комплекте идет фильтр для очистки. То есть если вы развели какое-то средство, там водой, какой-то порошок с водой, чтобы отделить ненужные, нерастворящиеся такие фракции, то мы используем вот такой фильтр. Но здесь фильтр не один. В ручке далее идет фильтр тонкой очистки. Он располагается вот здесь вот. Это уже для совсем мелких частиц, те которые не отфильтровал вот этот вот большой фильтр. Вот этот фильтр, то есть более тонкая очистка. Те частицы, которые попали все-таки у нас в колбу, они отфильтруются именно здесь. Я пока его положу сюда. Далее мы видим здесь клапан. Этот клапан хорош тем, что у него стоит пружина из нержавеющей стали внутри. Казалось бы, да, что на всех опрыскивателях должен стоять такой, такая пружина. Но оказывается, что более таких дешевых опрыскивателей, да, российского, например, производства, почему-то ставится пружина из черной стали и она, когда она у вас окислится, заржавеет, то этот клапан можно укинуть на помойку. Либо мы меняем клапан, либо ищем пружину. Естественно, пружину найти практически такую невозможно. То есть это один из плюсов. Это вот нержавеющая пружина на клапане давления. Этот клапан у нас существует для того, чтобы мы давление стравливали. Далее колба у нас имеет рисочки специальные для того, чтобы мы могли отслеживать уровень заливаемой жидкости сюда. Рекомендуется заливать до пяти литров сюда. До пяти литров. Почему? Для того, чтобы здесь создать такую воздушную прослойку, воздушную, так сказать, подушку, чтобы мы могли накачать воздухом. То есть, если мы до конца нальем под горловину жидкости, то мы не сможем просто создать давление. То есть у нас мы здесь не сможем сделать давление. То есть у нас не будет работать. Поэтому рекомендуется где-то вот, пять, чуть выше риски наливать. Здесь у нас есть такая вот наклеечка, которая говорит о том, что произведено в Италии фирма De Martino и имеет свой серийный номер. Именно для того, чтобы отследить весь этап производства именно вот этого опрыскивателя, у него есть свой индивидуальный серийный номер. То есть это как вот на именной продукции, да, ставится обязательно такой вот серийный номер. Далее, чем хорош этот опрыскиватель, то что у нас здесь есть специальное отделение. Это, кстати, отделение запатентованное. Написано, что этот патент запатентованное. Где мы можем хранить мелкие вещи. Например, тот же там фильтр, да. Да, и вот этот фильтр у нас крепится здесь. То есть у нас он всегда с собой. Форсунки наши. Они не запасные, они просто имеют другие функции распыления. То есть если здесь у нас стандартная форсунка, это мы создаем такое вот облако, круг такой, да, то здесь у нас такое распыление идет горизонтальное. Вот такое вот распыление. Это мы можем хранить здесь, чтобы мы это не потеряли. Та же сюда можете хранить там свои драгоценности, спрятать. Раз и закрыли. Далее, что здесь хорошего? Это вот такая лямка для переноски на плече. Но лямка имеет вот такую подкладку из резины, что даст нам удобство и комфорт. И лямка не будет врезаться вам в кожу. Я слышал, что на других опрыскивателях вот этой вот подкладочки нету, да, и люди страдают. Лямка врезается в кожу, либо соскакивает постоянно. То есть неудобно, не комфортно. Вот это создает комфорт у вас на плече, да. Особенно то, если у вас не 6 литров, да, а там, например, 10, там 8, 12. То есть это тяжелый агрегат, который вы вешаете на плече. То есть это создает дополнительный комфорт, что радует. Далее, вот что такая фича интересная. То есть мы накачали воздух и ручку зафиксировали. А теперь мы можем агрегат опрыскивателю переносить в руке, что не на всех опрыскивателя других конкурентов фирм есть. То есть мы можем переносить, накачали, вот этого фиксатора нету, и мы можем переносить только за ремень. То есть что неудобно, да, а так вот намного удобнее. Тем более у нас есть вот такой специальный фиксатор для штанги. Зафиксировали и пошли. Очень удобно для переноски. Посмотрим на этот замечательный шланг. Обычно шланги очень быстро выходят из строя. Здесь же шланг армированный и выдерживает 40 бар. То есть если здесь у нас 3 бара, то шланг удерживает 40, то есть это огромный запас мощности, прочности. Далее он выдерживает температуры от минус 40 до плюс 50. То есть этот шланг не подвержен никаким перепадам температуры. Получается, что мы вот этот весь опрыскатель можем хранить в своем сарае, да, и не убирать его на зиму в дом. То есть здесь все запчасти они сохранятся, никакая температура не помешает. Штанга здесь телескопическая. Общая длина 110 сантиметров. У нас зафиксировали. То есть здесь мы можем обрабатывать уже на высоте деревья либо на определенное расстояние от себя, что очень большой плюс. Сама форсунка может располагаться под наклоном, да, что мы сейчас видим. Вот по таким наклонам 45 градусов. Но мы можем убрать этот наклон и сделать так, чтобы она у нас была работала прямо. Мы просто от колена снимаем вот это и прикручиваем форсунку сюда уже. И она будет тогда просто прямо работать. Для чего это нужно? Мы можем снять это колено, да, например. Вот мы снимаем это колено даже полностью. И сюда уже ставим вот такой вот специальный распылитель. А теперь пару слов о клапане. То есть это клапан давления. Давление, которое у нас поступает уже из бака нашего расширительного. Из нашей колбы. То есть здесь есть три уровня. Один бар. Вот один бар. Два бара. Три бара. Обычно один бар у нас используется для гербицидов. Два и три бара для инсекцицидов и фунгицидов. А теперь я вам расскажу про запчасти, которые можно приобрести вместе. Я бы даже советовал вместе. Потому что колба служит очень долго. Это только три года гарантия. А сама она служит неограниченное количество времени. То есть она не треснется, не треснет, не сломается от давления. Желательно купить, чтобы у вас всегда было под руком вот такие вот специальные целые наборы. Мы продаем целые наборы. То есть один раз купил и здесь практически есть все. Вот здесь запасной клапан идет и все форсунки, колени. То есть все, что здесь вот навешано, все это идет в комплекте. То есть купили вот такую, например, купили Дженни и купили ремкомплект. И у вас всегда все под рукой. Можно купить еще и саму помпу. Также можно купить и клапан. Но если полностью убрать набор, то в нем есть этот клапан. Но можно купить клапан отдельно. Да, вот именно с этой нержавеющей пружиной фишкой именно фирмы демартина. Вот еще хочу рассказать про вот такой распылитель для гербицидов. Здесь идет форсунка, специальная форсунка. Мы на штангу надеваем вот этот вот распылитель. Вот отсюда снимаем лишнее колено. И можем обрабатывать уже поверхность, имея вот такое вот не круглое такое облако распыления, а вот такое вот продолговатое облако распыления у нас получается такое узкое. Вот таким способом мы делаем и обрабатываем прямо вот ровненько над поверхностью. Так что покупайте эти высококачественные опрыскиватели в интернет-магазине kodo.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.